Ваш любезный ассистент, примерно так позиционирует свой бюджетный смартфон по имени X12 компания Кубот. С вами проект Ferum.com и я Сергей Шихайлов. Давайте же внимательно рассмотрим эту новинку и постараемся понять, стоит ли отдавать за нее хоть и небольшие, но все же кровные деньги. Приступим. Комплектацию гаджета мы уже успели внимательно рассмотреть в видеораспаковке, поэтому повторяться не станем. Ссылка на него ждет вас в описании. Внешний вид девайса в целом неплох. Перед нами хорошо сбитый и относительно компактный по нынешним меркам кусочек пластика с фронтом из стекла Dragon Trail, на который из коробки установлена защитная пленка и тоненькими металлическими вставками на ребрах. Спинка, кстати, шероховатая и очень ухватистая. Гаджет отлично сидит в руке и даже не думает выскальзывать. Эргономика девайса очень неплохая. Даже невзирая на достаточно большие борты под и над экраном, пользоваться этим смартфоном одной рукой вполне удобно. Хотя справедливости ради отметю, что изредка перехватывать его приходится. Качество сборки хорошее, невзирая на съемный задник гаджета скрипов он не издает даже при сильном сдавливании. Короче, корпус девайса радует по всем фронтам. Одобрямс. Переходим к экрану. В Cubot X12 установлена относительно качественная 5-дюймовая IPS матрица с естественной цветопередачей. В целом она вызывает позитивные впечатления, за исключением одного фактора – низкого разрешения. 960 на 540 точек для такой диагонали не алло. Очень хотелось бы видеть здесь HD разрешение. Ну да и черт с ним. Откровенно говоря, за сутки общения с устройством к таковой плотности пикселей привыкаешь и она вообще перестает раздражать. К диапазону яркости особых претензий нет. Верхний порог позволяет комфортно использовать смартфон на ярком солнце, а вот нижний все же чуточку мог бы быть темнее. Углы обзора отличные. Картинка практически не выцветает под любыми наклонами. Хороший результат. Основная камера смартфона представлена 8-мегапиксельным сенсором. При условии хорошего освещения она способна выдавать весьма неплохие кадры. Скажу честно, я ожидал худшего. Особенно радуют крупные планы. Видео пишется в 720p. Да, Full HD не хватает, но как говорится и на том спасибо. Фронталка здесь на 5 мегапикселей и она не ок. В принципе вы и сами все видите. Звук смартфона через наушники весьма хорош и по громкости и по детализации он заслуживает девятки из десяти. Мультимедийный динамик же радует только мелодичностью. Громкость явно могла бы быть повыше. Хотя для нотификации, входящих звонков и уведомлений его точно хватит. Специально для меломанов отмечу и наличие радио в этом гаджете. Думаю, его присутствие многих порадует. Сердце смартфона 4-ядерный процессор от Mediatek MT6735M с рабочей частотой 1 ГГц. Видеоускоритель Mali-T720. Оперативки 1 ГБ, а встроенной памяти 8. Как видите, начинка такая себе. Неплохой разве что видеоускоритель. Остальная часть аппаратной платформы явно устарела. Как бы странно это ни звучало, но интерфейс системы не лагает вообще. А большинство современных игр работают без сильных глюков, что правда на урезанной графике. Единственное софтинострадающее проседанием FPS Dungeon Hunter 5. И то случаются они только в динамических сценах. При желании играть можно. Полагаю, столь неплохое быстродействие аппарата обеспечено низким разрешением его экрана. Результаты Cubot X12 в популярных синтетических тестах вы видите на своих экранах. В принципе, эти цифры можно назвать справедливыми. Нагрев смартфона даже под серьезными нагрузками минимален. Гаджет становится теплым, но не более того. Продолжать работу с ним даже после нагрева вполне комфортно. Питает девайс съемный аккумулятор на 2200 мАч, которого ему хватает примерно на полтора дня работы при средних нагрузках. Закрывая вопрос аппаратной части Cubot X12, скажем, что устройство умеет работать с двумя сим-картами. Радиомодуль в девайсе один. Все вытекающие из этого факторы, надеюсь, вам и так ясны. Качество связи на высоте. Сигнал может пропасть только в лифте. В остальных местах полный порядок. Программной основой девайса является Android 5.1 Lollipop. Возможно, для кого-то к сожалению, но лично для меня, к счастью, никаких надстроек над системой нет. Производитель просто перерисовал значки и напихал своих обоев. Все. В остальном, это самый, что ни есть, голый зеленый робот. Рассказывать о нем особо нечего. Главное, система работает плавно и стабильно. Подводя итоги, скажем следующее. При учете нынешней цены на смартфон в 120 долларов США, можно сказать, что у производителя получился очень неплохой девайс, с большинством слабых мест которого можно смириться уже спустя день активного общения с ним. Это касается и не самого четкого дисплея, и не самой продвинутой графики в современных играх. В остальном же гаджет показывает себя как минимум неплохо. Здесь тебе и хорошие мультимедийные возможности, и отличный корпус, и вполне нормальная автономность, и поддержка двух сим-карт. А что, собственно, вы еще ждете от бюджетника? Ссылки на приобретение этого смартфона по самой адекватной цене вы найдете в описании данного ролика. С вами были проект Ferrum.com и я, Сергей Шихайлов. Мы ждем ваших пальцев вверх и подписок на канал. Всем спасибо за просмотр. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok